Здравствуйте! Это рубрика «Мы в сети» в студии Виталий Поляков. В интернете сейчас живо обсуждают требования владельцев маршрутных автобусов повысить стоимость проезда. Для малогабаритных, то есть, видимо, пазиков до 16 рублей, для больших автобусов до 18. Владельцы уверяют, что сейчас работают за гранью рентабельности. Мол, к зиме нужно запастись топливом, новые резины и прочее, а денег нет. Ну, естественно, что многие пассажиры считают совсем по-другому. Поэтому Надежда Обухова к нам написала, не считаю, что повышение на такую сумму оправдано. У меня, например, заработная плата, как у бюджетника, никак не повысилась, а ездить приходится. Пусть край субсидирует, и так налогов немало платим. Пользователь под ником «Мы» написал, пусть сначала увеличит качество обслуживания в автобусах, а потом уже и просит о повышении стоимости проезда. А то порой ездишь в автобусах с грязными сидениями и поручнями, да еще и с бомжеватого вида кондукторами. Эту тему предлагаю обслуживать с Константином Конопнугелем. Константин, здравствуйте. Здравствуйте. У вас, я так понимаю, третий и 85 маршруты. Сколько это автобусов и с какой рентабельностью вы сейчас работаете? Да, в том числе мы обслуживаем эти маршруты на сегодняшний день. Но насчет рентабельности здесь, мягко сказано, это не есть правда. По одной простой причине, что за 2011-2012 год мы живем за счет кредитов. То есть, постоянно увеличивая кредитную нагрузку и, к сожалению, пока вылезти из этого кредитного времени не можем. То есть, вы работаете как бы в минус или как сейчас? Да, у нас постоянно на сегодняшний день и за 2011-2012 год в том числе, то есть, лето это было тоже довольно тяжелое. То есть, мы за счет того, чтобы прожить это лето, мы взяли 6 миллионов кредит для того, чтобы продержаться. С учетом того, что все растет, все повышается, к сожалению, мы тоже в такой вдогоняющейся ситуации. Какой тариф, по-вашему, должен быть на перевозку пассажира? До сегодняшнего дня мы подали в Министерство транспорта тариф по нашим подсчетам, по старой методике, которая на сегодняшний день существует. Новая методика в том, что еще не принято. Тариф должен быть не ниже 18 рублей на общественном транспорте. Но, как вариант, мы рассматриваем, возможно, что тариф будет не так резко поднят, потому что мы понимаем, примерно, социальную напряженность этого всего, что в том числе это, может быть, будет 50 на 50, часть будет поднята в тариф, и часть будет организована дотационно из бюджета города. То есть, на этом, к крайней мере, надеемся. Константин, может, и боксин с этим бизнесом, тем же такая, социально важная, может, все-таки все продать, перевести? С удовольствием, с удовольствием. Видите, проблема в другом, что очень такой проблемной капитализации, что ей некому продать. То есть, покупателей нет на сегодняшний день. На автобусы. На автобусы, да. То есть, желающих нет. Мы уже несколько раз выходили с предложением к Минтрансу, что, ну, если это неинтересно нам, давайте, может быть, это интересно будет вам, и вы выкупите наши. Мы были даже готовы рассмотреть это в двухлетнюю, в трехлетнюю рассрочку, что с постепенным выходом нас, что во многих странах это обслуживает только муниципалитет. Ну, ради бога, мы готовы были бы на это. На что нам обещают, что да, 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 вот мы вот рассмотрим варианты по помощи, дотация вам, но вот на сегодняшний день в основном и не там. Константин, большое спасибо. А мы идем дальше. Компания Google заплатила рекордный штраф – 22,5 миллиона долларов. Оказалось, что фирма следила за пользователями веб-браузера Safari, как раз вот сейчас он в кадре. Его устанавливают на гаджеты фирмы Apple, iPhone, iPad и прочее. Выяснилось, что разработчики могли получать информацию о том, на какие странички заходит человек. Компания Google хоть и заплатила штраф, но своей вины не признала. Интересно, значит ли это, что программа и дальше будет следить за айпломанами. Кстати, штраф пришлось заплатить на фоне роста продаж у Apple в июле аж на 14%. А осенью яблочники выпускают ряд новых гаджетов. Интересно, как новость о слежке отразится на репутации компании и ее финансовых показателях. Ну, в общем, эксперты считают, что эта информация вряд ли как-то отразится на показателях фирмы Apple. Все-таки поклонников у этой компании хватает. А мы идем дальше. Интересные кадры, которые засняла одна из камер в американском штате Колорадо. Видно, что когда в магазине никого не было, пришел медведь, взломал дверь, забрался на прилавок и съел все конфеты. Первоначально, увидев обертки и грязь на прилавке, владелец этого мини-маркета полагал, что это были белки. То есть сначала в лавочку наведывались грызуны, сейчас медведь. Что интересно будет дальше? Кстати, не зря говорят, что наши страны так похожи. И у них, и у нас медведи к людям в гости заходят частенько. Я напоминаю, что свои комментарии вы можете оставлять на нашем сайте afontovo.ru. Также у нас есть странички практически во всех социальных сетях. Вконтакте, в Фейсбуке и даже в социальной, мобильной социальной сети Galaxy. Мы не только в эфире, но и в сети. До встречи! Субтитры подогнал «Симон»!